Чувашия по итогам первого квартала года вошла в число регионов, где сеть МФЦ работает наиболее эффективно. Так это или нет, проверяли мои коллеги. Теперь за правами не нужно идти в ГИБДД. Много в функциональных центрах принимают заявления на замену или выдачу международных водительских удостоверений. Жители Чувашии уже начали пользоваться этой услугой, причем не только в столице. МФЦ в Маргаушах также работает по этому профилю, причем успешно. Практически все услуги сейчас востребованы. Во-первых, это, конечно, федеральные услуги, регистрация права на недвижимость, кадастровый учет, услуги МВД, очень активно идут, пенсионного фонда. За пять месяцев здесь было принято 7 тысяч обращений по 152 услугам. Это один из самых первых многофункциональных центров в республике. И несмотря на то, что все больше жителей района обращаются за помощью, очередей здесь нет. А для тех, кто не имеет возможности приехать в районный центр, работают офисы в модельных библиотеках. В сельских поселениях на базе модельных библиотек тоже самое принимают специалисты заявления. В основном это касается, конечно же, муниципальных услуг, услуг сельского поселения. Там же выдают обратные документы, которые по заявлениям. В Чувашии 94% населения могут получить государственные и муниципальные услуги в одном окне. Например, в Чебоксарах работают два крупных многофункциональных центра. Кроме них есть еще несколько офисов. Их работы оценивают в первую очередь жители города. Мне нравится график работы с 8 до 8. Если эти ведомства, там график работы такой скользящий. Мест, например, там все длины рабочие или первая, вторая смена. Многофункциональные центры позволяют избежать походов по различным ведомствам. Позже работать будут по модели жизненной ситуации, когда все необходимые госуслуги можно будет оформить одним заявлением. А уже сейчас в правительстве принято решение развивать экстерриториальный принцип работы центров. Сегодня, конечно, это начальная стадия. Не все 100% услуг мы сразу можем по принципу экстерриториальности реализовать. Но, скажем так, часть услуг уже не первый год реализуется, ну скажем так, в границах Чувашской республики. Житель города Ядрина может смело приходить вот сюда по адресу Эгерский бульвар и оформлять все услуги по Чувашской республике.